Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы с твоей мамой ели это на Сицилии, сразу после того, как я… Спас её от гигантской медузы. Я помню, ты рассказывал это где-то миллион раз. Ну да. Когда она приедет домой? С минуты на минуту. Я хочу, чтобы она кое-что увидела. Как твой научный проект? Мышка выжила? Пап, я давно уже передумал. Ага. Руперт снова украл мою идею, поэтому мне пришлось придумать что-то другое. Вот молодец. Билл, привет! Да? Нет. Ну, я могу, но это изменит всю диаграмму пьесы. Нельзя вырезать ещё одного персонажа, Билл. Если мы не покажем молодого Стиви Спайдера… Привет! Мам, мам, слушай, ты не поверишь! Да ладно тебе. Слушай. Что такое? Нам нужна ещё одна зубная щётка. Послушай. Секунду, солнце. Ладно, ладно, я постараюсь. Но не знаю, сколько времени это займёт. Нам понадобится ещё кровать, но мы будем меняться одежды и делить подарки на день рождения. Неужели меня никто не слушает? Мы не можем дать лицензию на биопечательные государственные темы. Чтобы разблокировать 3D-принтер в школе, мне пришлось взять твой пробок. Но это не так-то просто, как кажется. Исследование и защита. Не перевирайте мои слова. Я быстренько сделала это во время собрания. Ты ведь не злишься, правда? Нет, абсолютно нет. При действующем законодательстве это будет незаконно. Придётся многое переписать. Мам. Понимаешь? В чём тут сложность? Мам! 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 Я тебе покажу! Мам! Солнце – это здорово. Сделай фото, и мы отправим их бабушке на выходных. У тебя в субботу йога, и, наверное, гости придут к нам. Это не сработает. Это же будет целая первая часть. Мы можем завтра об этом поговорить? Эм, Билл? Калеб. Я просто хотел показать вам хоть раз что-то важное, но вы всегда слишком заняты. Всегда одно и то же. Вы бы, наверное, хотели, чтобы меня вообще не было. Калеб! Похоже, мышка в эксперименте всё-таки умерла. Думаешь, мы поступили неправильно, когда решили, что одного хватит? Иногда мне кажется, что он видит только эту взрослую нервотрёпку. Всё наладится. Вот увидишь. Я пообещал устроить ему особенный день в субботу. Только мы втроём. Я тоже. Он казался спокойнее, когда я его укладывала. Наш маленький учёный. И пока не забыла, ты не мог бы выбросить его пижаму с динозаврами? Она уже мала ему. С динозаврами? На нём была с космонавтами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это тебе. А, да, точно. Над чем работаете, ребята? Над новейшим опытом. Это лучшее, что мы делали. Мы покажем его сегодня в шесть вечера. Пожалуйста, не опаздывайте. О, Боже. Не могу поверить в это. Не волнуйся, мама. Мы всё продумали. Вы понятия не имеете. Вам понравится. Сегодня. В шесть вечера. Пока, мам. До сих пор не верю. Это замечательно. Ты серьёзно? Ты понимаешь, какие у нас будут проблемы? Да ладно, дорогая. Я должна всё исправить. Ты не можешь остаться, сказать, что заболела? Нет, Джон, не могу. Я должна со всем разобраться. С чем? Всё уже произошло. Если только ты не решишь понять, кто из них оригинал. Когда они вышли из 3D принтера, у них были одинаковые воспоминания, одинаковые впечатления. Всё. Так что технически они оба оригиналы. А я уже начал думать, каким цветом отметить их в своём ежедневнике. Нам нужно решить, кого мы из них оставим. Итак, ребята, у меня на сегодня было кое-что запланировано для нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Алло, мам, это я, Калеб. Это я, Калеб. Калеб. Нет, это я, Калеб. Джон, ты там? Это я, Калеб. Думаю, она положила трубку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Девушки отдыхают Ты сошёл с ума? О чём ты думал, когда звонил в офис? А если бы кто-нибудь подслушивал? Ой, да ладно. Весело же вышло. Весело? Да, весело. Помнишь? Ах, Джон… Знаешь, они оба похожи на тебя. Никто никогда не должен узнать об этом. Поэтому я позвонила в агентство. Агентство? Да, они будут здесь завтра. Какое агентство? Неважно. Я узнала о них на работе. Они решают проблемы. Ты серьёзно? Конечно же, серьёзно. Зачем? Соня, мы что-нибудь придумаем. Сочиним историю про близнецов, которых разлучили. Мы сменим личности. Он поймёт, когда вырастет. Поймёт ли он? Откуда ты знаешь? А я? Пойму ли я? А ты? Ты должен подписать это. А если не подпишу? Твоё страшное правительство придёт и заберёт меня? Мам! Пап! Машина будет всеми. Машина будет всеми. Антихулиганская машина? Мам! Извини. Вы нажимаете на эту кнопку, а затем на эту. Это здорово. Как только хулиганский импульс нейтрализован в мозгу, во рту появляется привкус шоколада. За доброту. Это папина идея. Калеб, у тебя проблемы в школе? Больше нет. Теперь мы под защитой. Но ведь вы можете поговорить с нами. Да, но так гораздо круче. Гораздо круче. Да, это круто. А вы знаете, как великие учёные отмечают важные открытия? Они едят пиццу. Пицца! Пицца на четверых. Без грибов. И побольше оливок. Больше оливок. В два раза больше. Да, но не засиживаться. Утром рано вставать. Думаешь, они будут гордиться? Конечно. Как поделим комнату? Всё моё – твоё. И всё твоё – моё. Регулятор синапсов должен быть над кислородным фильтром, чтобы не перегреваться. Диаграмма J. Иначе добрые импульсы хулигана могут пострадать. А мама всегда говорила, что желание быть добрым и делает нас людьми. Дорогой друг, как жизнь в городе? Быть в ней системы просто невероятно. Спасибо, что прислал Кали бы учебники. Соня, поздравляю тебя с публикацией твоей работы. Кто знает, может, это будет первым шагом к равенству людей, созданных в биопринтере. Джон, для меня большая честь получить награду за лучшую детскую книгу года. Ну всё, мне пора. У меня рыба на огне, и нос мне подсказывает, что она горит. Не могу поверить, что всего через месяц мы снова будем в Лондоне. Вам здесь понравится. До скорого. С любовью. Переведено и озвучено Диафильм Студио Перевод Юрий Аркалов Роли озвучили Елена Лунина и Михаил Дипалом 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 Роли озвучили Елена Лунина и Михаил Дипалом